Закунов, заместитель и руководитель агентства организационного развития, Игорь расскажет про опыт Республики Татарстан по подготовке в ответных контрактах в контексте того, какие есть законодательные пробелы, неясности, с учетом того, что мы хотим делать в конце сессии, по итогам сессии законодательные предложения. Игорь, пожалуйста, Вам слово. Добрый день, уважаемые участники форума. Приветствую всех на нашей площадке. Мы должны сказать, что до прошлого года агентство организационного развития Республики Татарстан практически не занималось аффсетами ввиду ряда ограничений, которые законодательно были устранены в прошлом году. И прежде всего мы говорим, безусловно, о снижении планки по объему встречных организационных обязательств. На сегодняшний день агентство оперирует и работает с четырьмя, по сути, крупными проектами, которые предполагают возможность заключения аффсетов. Прежде всего, речь идет о двух проектах в сфере здравоохранения. Это проект, связанный с арендой, без стирки чистого и мягкого инвентаря для лечебно-профилактических учреждений. И второй медицинский проект, как мы его называем, это возможность производства изделий методозначения. Помимо этого, у нас в проработке есть проект по организации школьного питания и промышленное производство электроники и робототехники. Несмотря на то, что, как я уже сказал, в прошлом году были, скажем так, снято определенное ограничение, начался достаточно большой шквал и поток запросов от инвесторов о возможности использования аффсетного механизма при реализации этого проекта. Нам казалось, что все достаточно хорошо, и мы сможем быстро помочь инвесторам реализовать их проекты, но не все пошло так гладко. На примере первого проекта по аренде инвентаря я бы хотел рассказать о некоторых проблемах, с которыми мы столкнулись. Значит, на наш взгляд, как должна была бы выглядеть идеальная схема? Существуют некие заказчики в лице лечебно-профилактических учреждений, а также ряда детских дошкольных учреждений, то бишь детсадов, которые имеют намерение, возможность заказать услугу по аренде и стирке мягкого белья. Для объединения интересов этих заказчиков создается некий централизованный заказчик, который объединяет в себе их потребности. Дальше этот заказчик заключает офсетный контракт с неким поставщиком услуг, который оказывает эти услуги напрямую в адрес конечных потребителей, то есть детсадов и лечебных учреждений. Соответственно, эти учреждения направляют свои деньги за оказыванную услугу в адрес централизованного заказчика, тот в свою очередь в адрес поставщика услуга. Вот так в идеале эта схема должна была выглядеть. Но при первой же итерации мы натолкнулись на концептуальную проблему, которая заключена в самом 44-м законе. Речь идет об отсутствии возможности инвестору обратиться с частной инициативой при заключении офсетного контракта. Предыдущий выступающий сказал, что чаще всего работой с офсетами занимаются те, кто уже занимается КЧП. Так вот, те, кто работает с КЧП, знают прекрасно, что там есть, грубо говоря, две возможности реализовать проект. Это либо публичная инициатива, либо частная. В 44-м законе частной инициативы отсутствуют. Поэтому инвестор, когда выходит со своей инициативой заключения офсета, он набирается на глухую стену. Потребность заключения офсета должна исходить от гоструктуры, от бюджетных учреждений. Но все мы прекрасно знаем, что такое публичная инициатива от бюджетных учреждений. Соответственно, на наш взгляд, было бы правильно, и мы так наивно рассчитывали, что возможно было бы внести определенные изменения, либо в 44-м закон, либо даже пойти дальше и вывести офсеты в отдельный законодательный документ, который бы позволял реализовывать такого рода частную инициативу при заключении офсетных соглашений. Дальше мы натолкнулись на вопрос, а, собственно говоря, кого мы будем определять в роли заказчика. И здесь, следуя определениям, которые есть в 44-м законе, в роли заказчика могут выступать либо республиканские органы исполнительной власти, это могло быть, например, в Министерстве здравоохранения, либо БУП, манитарное предприятие, которое также в Катарстане создано и занимается, и определено в качестве единственного поставщика лекарственных средств и мед. изделий в лечебное учреждение, либо некое бюджетное учреждение, медицинское бюджетное учреждение, которое непосредственно заказывает такого рода услуги. Нюанс заключается в том, что все ЛПУ в республике Татарстан не имеют статуса ГПУ, государственного бюджетного учреждения. Они работают в статусе автономного учреждения. Автономные учреждения выпадают из перечня заказчиков по 44-м закону. Таким образом, определить медицинскую организацию в статусе бюджетного учреждения нам просто оказалось невозможно. Все попытки прикрутить так или иначе этот механизм наталкивались на деленные проблемы. В частности, Минздрав в принципе у нас не занимается закупкой и взаимодействием по операциям, связанным с хозяйственной деятельностью ЛПУ. Более того, все расчеты, которые ведет ЛПУ за стирку мягкого инвентаря, это средства ФОМС, которые доводятся только до медицинских организаций, непосредственно оказывающих услуги по лечению пациентов. Государственные монетарные предприятия, которые определены в республике в качестве единственного поставщика, также по всем этим принципам не подпадают в статус заказчика. Единственным вариантом, который на сегодняшний день, в общем, сейчас это для нас большой ступор, мы не знаем, какой вариант применить. Мы даже обратились с неким письмом-разъяснением в адрес Минфина России, и он нам предложил определить некого централизованного заказчика, опять же, в лице бюджетной медицинской организации, которая бы заключила соглашение с рядом ЛПУ, со всеми ЛПУ или с рядом ЛПУ, о передаче полномочий на уровень вот этого централизованного заказчика. Эти полномочия должны касаться части закупок, части доставки товара, хранения и оплаты. То есть, они, по сути, предложили нам централизовать механизм ОФСЕДА по статье 26, по-моему, если не помню, 44-го федерального закона о централизованной закупке. Опять же, все бы ничего, если бы не эта оговорка относительно того, что это должно быть медицинское учреждение в статусе бюджетного учреждения. Сейчас одним из вариантов мы рассматриваем, или точнее ожидаем, возможно, изменить их части федерального законодательства, которое касается ГУПов. И еще, таким техническим решением, не очень, на наш взгляд, правильно, но одним из выходов из ситуации мы видим реорганизацию, например, одного из крупных автономных учреждений здравоохранения в ГУС с последующим отделением функций централизованного заказчика. Когда мы стали рассматривать ситуацию в отношении детсадов, тут мы поняли, что, ну, как бы там ситуация еще больше. Как уже было сказано, на муниципальном уровне, в силу особенностей организации местного самоуправления, определить централизованного заказчика для муниципалитета невозможно. А объем сбыта услуг на уровне одного муниципалитета оказывается недостаточным для того, чтобы инвестор смог через эти закупки, скажем так, удовлетворить свои инвестиционные интересы. В идеале мы видим, наверное, что схема должна выглядеть следующим образом. Мы рассчитываем, что должны быть реализованы некие законодательные инициативы, которые бы позволяли немножко доработать закон о централизованных закупках в рамках 104-го закона и наделить полномочиями не только медицинские организации, бюджетные учреждения выступать в роли центрального, централизованного заказчика, но и расширить этот ряд учреждений таким образом, чтобы и в отношении муниципальных заказчиков при заключении соответствующих соглашений о передаче полномочий такого рода работа могла быть организована. Таким образом, схема изначально нами рассматриваема как идеальная могла бы быть доработана при неком ряде законодательных усовершенствах. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие позволит нам раскрыть новые интернет-магазины,